Вот и наступил уже период, ровно разделяющий Великий Пост на две части. Середина Великого Поста, крестопоклонная неделя, когда Церковь износит из святых алтарей честной крест для поклонения народу и для укрепления, а самое главное, в понимании того, что значит для христианина святой крест. Многие люди сегодня приходят в Церковь за утешением, ставят свечи, чтобы лучше, счастливее была их жизнь, чтобы избавиться от болезней, от семейных передряг, скандалов, от разочарования, от одиночества, от печали, от страданий. Но если сегодня мы вникнем в тайну сегодняшнего события, почему Церковь износит крест на середину храмов Божьих, то мы с вами поймем, что мы заблуждаемся. Мы заблуждаемся потому, что крест Христов показывает нам совсем другую сторону нашей веры. Мы хотим от всего избавиться, а Христос пошел на крест. За Христом ходило много людей, которые тоже хотели избавиться от скорбей, болезней, страданий. Христос их исцелял, но он шел другим путем. Многие не понимали этот путь. Зачем ты идешь туда, Господи? Даже один из апостолов говорит, Господи, пощади себя. А Христос молится в Гефсиманском саду и говорит о том, что скорбит душа его смертельно. Он пришел не ради того, чтобы получить здесь утешение или наслаждение. Он пришел пострадать. И так тайна креста – это страдание. Если мы вспомним совсем недавно празднуемого святителя Луку Крымского, он так и написал удивительную книгу «Я полюбил страдания». И вот без понятия креста и тайны этой нам не понять ни епископа Луку, не понять ни сегодня прославляемых 42 аморийских мученика, которые 7 лет томились в плену, претерпевали страшные муки и даже отсечения головы, но не отреклись от своего креста, на котором они всегда перед собой видели распятого Господа нашего, пострадавшего и воскресшего и победившего смерть. Вот без этого нам не понять совершенно нашего с вами христианства. Люди продолжают ходить в храм за успехом, за тем, чтобы жизнь улучшилась. А даже неверующие приходят, надо свечку поставить, чтобы все проблемы были решены. Знаете, такое, чтобы было получше жить. А церковь выносит сегодня крест и говорит, посмотри, что значит жить лучше. Это переносить страдания, как перенес сам Христос. От него отворачивались. От него отвернулись все ученики. От него отошел даже один из тех, который обещал верность даже до смерти. Когда Христос увидел сомнение своих учеников, он говорил, может быть, и вы хотите уйти. И здесь апостол Петр говорит, Господи, куда нам идти? Ты имеешь глаголы жизни вечной. И вот это понятие, что глагол вечной жизни призывает нас на крест через страдания к победе над смертью и жизни вечной. Если мы этого не поймем, то мы так и будем приходить со свечками и просить себе улучшения жизни. А мы должны просить в себе сил у Господа, у того, который взял на себя наши болезни и пригвоздил их ко кресту. Он невинный пострадал за грехи наши. И если мы с вами правильно поймем этот христианский путь крестоношения, тогда и поймем сегодняшнее Евангелие. Ведь Христос никого не толкает, никого не заставляет. Он говорит, если кто хочет, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Что это значит, Господи? А это значит то, что возьми свои страдания, возьми свои болезни, свои муки, одиночество, а может быть огорчение, обид, злых соседей, неудачный брак, нерадивых детей, постоянно досаждающих, постоянно не столько радующих, сколько огорчающих тебя. Возьми этот крест и неси до конца. Ведь сам Христос пронес этот крест и сказал, претерпевший же до конца спасется. А мы не хотим, мы не хотим, Господи, нести креста. Мы к тебе приходим, чтобы ты нам улучшил жизнь, чтобы ты облегчил нам ее, чтобы все проблемы вокруг нас были решены, а мы жили бы, как все. Все, не христиане, это люди, которые не просто носят на груди свои крестики. Они несут свой жизненный крест, взирая на крестоносца и Господа нашего, претерпевший до конца и показавший нам истинный путь спасения. И дальше Христос говорит еще более удивительные слова. Этих слов нельзя понять без понятия креста, без страдания. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто погубит душу свою ради меня и Евангелия, тот спасет ее. Как эти слова понять, Господи? Что значит погубить душу свою, что значит погубить свою жизнь в переводе? Это что, умертвить себя, Господи? Ведь мы готовы слушать каждое слово Твое. Нет, не надо себя умертвлять. Надо погубить в себе страсти. У блаженного Августина есть хорошее разъяснение, что значит погубить душу свою. Это значит умертвить в ней всякое плотское мудрование, которое идет в ущерб приобретения жизни вечной. И вот если во мне живет страсть гордости, я должен убивать ее в себе, не жалеть ее в себе. Тщеславие, раздражительность, осуждение. Вот поле моей брани, вот поле моей битвы. И вот эта битва, это победа из побед, это победа над собой и должна стать целью жизни каждого христианина. Умертвить в себе все то, что идет в ущерб вечной жизни. Если мы приходим в храм, это способствует ее приобретению. Если мы становимся на молитву, это приближает нас к Богу. Если мы открываем священное писание, мы познаем тайны, как спасти свою душу для вечности. А если нас тянет на что-то другое, плоское, греховное, то мы должны отсекать от себя, губить свою страсть и побеждать в греховной наклонности. Вот к чему зовет нас Святой Крест. И потому, дорогие, сегодня Господь нам и говорит, Ибо и какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде сием прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет во славе Отца Своего со святыми ангелами. И вот на этом пути Христос говорит нам, не стыдитесь, что вы христиане. Не стесняйтесь своего креста, несите его достойно. И пусть люди, видя добрые дела ваши, прославляют Отца вашего небесного. Пусть те люди, которые малого потерпеть не могут, взирая на ваш подвиг несения своего жизненного креста, скажут, вот у меня соседка, у нее такие скорби. Она никогда не ропщет, никогда никого не осуждает, никогда не ругается. У нее куда тяжелее жизнь, чем у меня. Но я удивляюсь, как она может это переносить. А потому что она в церковь входит. Она не просто на груди свои крестик носит. Она поняла, что это ее жизненный крест, который нужно пронести через всю свою жизнь и увенчаться победой. Потому что за крестом, за страданием, победа над страданием, победа над смертью, воскресение Христова. И если мы пронесем свой крест с пониманием этой тайны, то нам тогда будут понятны и близки слова, которые мы поем сегодня в церкви. Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славе. Вот две важных составляющие в жизни каждого из нас. Поклоняясь Кресту Христова, взяв на себя свой жизненный крест, нести его без ропота до конца, до самой смерти, до конца, до самого креста, пусть душа останется чиста, поется в одной песне. Я вот хочу отпустить всех вас именно с этими мыслями. Хватит себе что-то просить. Давайте уже что-то давать. Хватит уже, знаете, там улучшать. Давайте немножко потерпим. И вот для этого церковь изнесла крест, чтобы мы посмотрели. А ну посмотри, что ты просишь там, что ты хочешь? Что ты хочешь, что тебе распятый Христос дал еще, чего тебе не хватает для твоей жизни? Посмотри на раздетого, обнаженного, избитого, окровавленного Христа. И потом подумай, что ты просишь, приходишь, о чем свечки ставишь? И выйдешь и скажешь, вот к чему вас и зову. Господи, у меня все есть. Слава за все тебе. Слава тебе. Ничего больше не прошу. Дай мне только, Господи, силы пронести мой крест до конца. И спасти мою душу для вечности. И помня, что за пределами этого страдания светлое воскресение из мертвых. Потому что второй раз Христос придет. И всем, кто нес за ним свой жизненный крест, воздаст светлым воскресением и радостью пребывания с ним в вечном его царстве. Аминь.